Здравствуйте, дорогие наши друзья! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня вашему вниманию презентация ещё одного продукта от компании Мэйки, принадлежащего серии Element. Встречаем микрофон Мэйки Chromium. Первое, что пришло на ум, глядя на это изобретение, это желание торжественно заявить следующее. И, конечно, широко улыбнуться. Однако, когда дело дошло до подключения и полного тестирования этого устройства, саркастические настроения потихоньку растворились и уступили место желанию посмотреть на этот микрофон более серьезным взглядом. Вот и давайте вместе на него посмотрим. Итак, перед нами три в одном. Микрофон, звуковая карта и двухканальный микшер. Микрофон имеет три 16-миллиметровые электретных капсуля, четыре переключаемые диаграммы направленности, восьмерка кардиоида всенаправленная и стерео, регулятор уровня входящего сигнала и функцию отключения звука. Частоты, которые он способен передать, это 20-20 тысяч герц. Максимальное давление, которое он выдержит, 110 дБ. Ну и цифры, в которых он запишет, это 16 бит, 48 килогерц. Теперь опускаемся вниз и изучаем вот эту платформу-подставку, которая по совместительству является еще и микшерным пультом. Что тут есть? Гнездо 3,5 дюйма для подключения наушников, регулятор громкости этих самых наушников и крайне необходимая вещь при мониторинге, управление балансом между входящим в микрофон сигналом и играющей с компьютера фонограммой. То есть совершенно комфортное прослушивание при записи мы себе обеспечить сможем. Но с единственной оговоркой. Наши наушники не должны иметь сопротивление более 80 Ом. Мощности усилителя может и не хватить. Далее. Прямо сюда, вот в это гнездышко, мы можем подключить любое устройство, воспроизводящее звук, и примешать к голосу, например, какую-нибудь фоновую музыку. Причем уровень ее громкости нам не надо будет настраивать на смартфоне или планшете. Здесь уже об этом позаботились. Набираем нужную порцию вот этой ручкой и спокойно себе вещаем нашим дорогим слушателям. Да, и аккуратно с буквами Б и П. На близком расстоянии они таки выстреливают. Так что какой-нибудь поролончик на голову или даже поп-фильтр нам тут никак не помешал бы. Друзья, всем пламенный летний привет! Вы на волнах радиостанции. Давай послушаем. Как всегда для вас в нашем эфире только лучшая музыка. Так что хорошего всем настроения. Оставайтесь в компании с нами. Прикольно, правда? Но и это еще не все. Обратите внимание, инструментальный вход на стандартном джеке, который без проблем позволит записать ту же гитару. А уровень сигнала мы с вами сможем настроить не только на темброблоке самого инструмента, но еще и при помощи вот этой ручки. Прекрасно! Единственный момент, который здесь надо учитывать, это то, что гитара, если ее писать одновременно с голосом, запишется в ту же самую дорожку, что и вокал, что не позволит потом сделать нужную обработку каждому инструменту. Поэтому записываем отдельно, обрабатываем отдельно. Ну и опять-таки, если это не запись, а вещание, то никаких проблем. Все, что нужно будет сделать, это хорошо отстроить баланс всех источников звука, голоса, гитары, фонограммы. Кстати, довольно корректно здесь работает световая индикация сигналов. И если за ней внимательно следить и не допускать зажжения верхней лампочки красного цвета, то это поможет нам уберечь запись от нежелательных перегрузов. Ну что, друзья, давайте послушаем, как работают диаграммы направленности нашего хромиума. Немного забегая вперед, скажу, что мы это все уже тестировали и слушали, и у нас появились некоторые замечания по звуку. В частности, переключаясь на восьмерку, уровень громкости самопроизвольно становится несколько выше. Да ещё и звучание тыльной стороны зачем-то происходит в противофазе. А включение круговой диаграммы вообще влечёт за собой достаточно слышимые частотные изменения. В сравнении с той же кардиоидой это заметно. Но давайте не будем торопиться относить эти нюансы к недостаткам или минусам. Возможно, из всего этого можно будет извлечь и некую пользу. Например, плоские частоты, которые появляются на всенаправленной диаграмме, смогут очень хорошо передать звук окружающей среды или концертного зала. А восьмерка со скачком уровня даст возможность пообщаться в режиме интервью на максимально большом расстоянии. Ну и так далее. Короче, слушаем. Для лучшей слышимости я возьму его в руку. Для того, чтобы вращая, вы слышали, как работают все диаграммы направленности. Это у нас кардиоида. Вращаю. Ну, слышите прекрасно, что происходит. Кардиоида, то есть однонаправленно, и работает она только прямо. Дальше. Это восьмерка. То, о чем я говорил, уже слышу, что громкости стало почему-то больше. И обратите внимание, тыльная сторона. Ой, какая дикая противофаза. Ну вот, такое случается. Такое бывает. Не знаю, может, это какая-то инженерная мысль. Хотя... Дальше. Диаграмма круговая. Вращаю, и как бы я не вращал, звучит все ровно и одинаково. Неплохо. Ну и, наконец, стерео. Вот сейчас я слышу сам у себя правое ухо, и вот сейчас левое. Сзади нормально, то есть ничего. Работает. Здорово. А теперь давайте немного подольше зависним на кардиоиде, поскольку эта диаграмма является все-таки наиболее часто применяемой в нашей с вами деятельности. Мэки Хромиум. Это конденсаторный USB микрофон со встроенным двухканальным микшером, легендарной схемой предусилителя Onyx, обладающим множеством входов-выходов и элементами управления для различных применений, таких как домашняя студия, подкастинг, создание контента. Одной из особенностей Хромиум является наличие четверть-дюймового инструментального входа, благодаря чему возможно прямое подключение различного оборудования, например, гитары. Вместе с микрофоном производитель поставляет программу Pro Tools First с большим набором плагинов и USB кабель для подключения к компьютеру. Ну и последнее, что мы с вами сделаем, это посмотрим, какой же всё-таки максимум можно выжать из этого микрофона, используя его как единственный инструмент в домашней студии. Ну, не считая гитары. Ну что, друзья, товарищи! Готовы отдать за этого красавца 24 тысячи рублей? Нет? Напишите, почему. Что не понравилось и какие альтернативы, по-вашему, выигрывают? Ну а если готовы, звоните немедленно, постараемся уговорить Mac и продать вам его подешевле. Ну а если совсем серьёзно, то, возможно, он и стоит этих денег, несмотря ни на что. С записью справляется совершенно нормально, мониторинг работает очень гибко, никаких драйверов не требует и под ASIO for all работает стабильно. Все входящие сюда устройства настраиваются по громкости, независимо друг от друга. Все регуляторы работают плавно и мягко, безо всяких шумов, щелчков или резких скачков уровня, что часто можно встретить даже на не совсем дешёвых звуковых картах. А всё это говорит о том, что на начинке этого микрофона производитель экономить не старался, как и на дизайне. Согласитесь, выглядит он очень аккуратно и необычно, а это тоже сейчас немаловажно, особенно когда на вас смотрит некая аудитория. И кстати, по столу не скользит, как некоторые. У него тут снизу толстенный слой резины имеется, за что также надо сказать спасибо изобретателям. Видать, знают больные места подобных девайсов и лечат их прямо при рождении. Всё, друзья, закругляемся. Всем спасибо за внимание. Пишите, смотрите нас и будьте здоровы! Так. И во сне меня не обманешь... Так, сейчас будем перепевать, по-моему. Спасибо. Спасибо. Спасибо.